Одна на всех мы за ценой не постоим. Город готовится встретить 68-ю годовщину Великой Победы. Более 600 военнослужащих чеканит шаг, готовится пройти торжественным маршем по площади Куйбышева 9 мая. Репетирует под пристальным взором ветеранов. Николай Коргеев не усидел дома, пришел посмотреть на бравых солдат. Вот так и он в 41-м мечтал попасть на фронт, рвался родину защищать. В начале войны не взяли, слишком молод. На передовую попал лишь в 44-м, когда исполнилось 17. Товарищ по двору уходил, он с 25-го года был. Он говорит, мы справку тебе заделаем. Он говорит, давай же ты старший, вместе с тобой пойдем. Я говорю, давай. Кроме военнослужащих в параде также примут участие сотрудники МВД, кадеты и курсанты военных вузов. Капризы майской погоды военных не пугают. Это дань нашим героям, дань нашим отцам, дедам, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг перед своей родиной. Это мероприятие имеет очень важный патриотический смысл, значение. Поэтому парад состоится при любой погоде, в любых условиях. Не хуже и по лет сверкает и тяжелая техника. 9 мая по площади Куйбышева пройдут более 50 военных машин. Помимо военных к параду готовятся и самарские дорожные службы. К 9 мая они планируют отремонтировать 4 улицы по периметру площади Куйбышева. По их словам, новый асфальт выдержит даже тяжелую военную технику. Несмотря на прочность современного асфальта, в этом году решили обойтись без легендарного Т-34. Вместо тяжелого гусеничного танка по площади пойдут колесные бронетранспортеры и ракетные установки. Прямо на площади парад смогут посмотреть около 6 тысяч человек. Пускать на трибуны будут по пригласительным. Здесь установили дополнительные ряды для зрителей. Горожане также смогут оценить мощь военной техники. Военные пройдут маршем по улице Малогвардейской. Павел Баймаков, Дмитрий Тарасов. События.